Ралли, тяжело там победить. В прошлом году они стали чемпионами студентов. Вот малыш уходит с площадки и сейчас опять толпа будет им аплодировать. Посмотрите, как его провожают. Первый раз в этом сезоне Херси Хокинс набирает двухзначные показатели в двух сразу статистических категориях. Интересно, что у него 23 очка и 11 подборов. Для защитника было бы обычнее, если бы он больше 10 голевых передач отдал. Но Херси Хокинс, несмотря на рост 94 сантиметра, очень здорово борется под щитом. И опять подбор на свой счет. Ничего не взяли они под щитом нападения. Какой пивот. Ай, какая отдача. Вот казалось, он не смотрел туда. Вот что значит мастерство и опыт. Он видит все и чувствует все. Как будто у него на затылке глаза есть. Да, это, кстати говоря, новое приобретение команды Шарлотт Хорнесс. Румил Робинсон, который уже попутешествовал. Он в Ниджерси Нэдс два сезона играл. И в Атланте Хокс был. Это уже его третья команда. Но именно здесь он себя нашел. Унылый Джексон. Сезон позволяет. Вот все-таки тренером НБА полегче. Пошел провал. Команда проигрывает несколько матчей. Такой длинный сезон позволяет и внести коррективы, что-то изменить. А кроме этого, если финансовые возможности есть, и подкупить какого-нибудь игрока, которого не хватает. Да, ну ты понимаешь, ты прав. Но особенно сгуляться нельзя, потому что в неделю три матча. Надо играть. Два-три матча с разъездами. Поэтому тоже нельзя остановиться и готовиться, как мы проводили сборы, скажем, две-три недели перед соревнованиями. А не когда сезон начался, уже тяжело распоряжаться. Тяжело. Конечно, тоже правильно сказал, можно что-то купить, если есть деньги. Но кончается игра, Володя. Да. Не собираются, по-моему, атаковать в последний атак. Нет. Все-таки бросил Румил Робинсон и забил. Единственный свой мяч сегодня. Только вышел и трехочковый мяч отправил в кольцо соперника. Три с половиной секунды. Двадцать очков преимущества хозяев. И я смотрю, уже все потянулись в раздевалку. Ничего не показали. Чикагцы сегодня. А я этой команде очень симпатизирую. И не только потому, что они три сезона подряд выигрывали чемпионат НБА. 115-95. Потому что они баскетбол показывали. Содержательный и зрелищный. Они не сказали свое последнее условие. Они в этом году наверняка будут, во-первых, в плей-офф. А потом, мне кажется, что они будут бороться за золото тоже. Мы не прощаемся с вами. Сейчас нам покажут положение команд в дивизионах. И я постараюсь по-быстренькому это прокомментировать. Центральный дивизион. Нам показывают отрывки игры между Атлантой и Орландо, которая проходила в Орландо. В красной форме гости, в белой хозяева. Классную передачу Энтони Хардовой на Шакила Анила отдал. А тот мощно отправил мяч в цель. И вновь Хардовой. И потери мяча. Это Крэк Илла сзади его обокрал. Стейси Огман в быстром прорыве. На нем фалят. Он не только забил мяч, еще и штрафной отправит в цель. Кевин Виллис на последней секунде забивает вот этот мяч, который принес победу Атланте. 92-90. Атланта выиграла в гостях. Атланта в центральном дивизионе идет на первом месте. 19 побед. 7 поражений. Дальше Чикаго 18-9. И Шарлотт 17-12. Кливленд так борется с Индианой. А Детройт и Милойки явные неудачники. 8-20 у обеих команд. Атлантический дивизион. Нам показывают моменты игры Бостон Селтикс в Лос-Анджелес Клипперс. Перриш промахнулся со своей точки. Марк Джексон получает мяч в быстром прорыве. Рон Харпер завершает в своем стиле эту атаку. Акробатический прыжок. Дэнни Мэннин здорово сыграл в обороне. Отнял мячик. И сам завершил этот быстрый прорыв. Перриш хорошую передачу на Гэмбла отдал. Тот забил мяч из-под счета. И еще раз в защите. На этот раз Шерман Даглас сыграл здорово. И сам завершил эту атаку. Бостон выиграл в гостях. 119-111. Нью-Йорк по-прежнему в атлантическом дивизионе на первом месте. Орландо на втором. Майами вышло на 50%. 13-13. Бостон не очень здорово выглядит в этом сезоне. 12 побед. 18 поражений. Но Вашингтон, как и в прошлом году, замыкает турнирную таблицу на Атлантическом побережье. Средне-западный дивизион. Golden State Warriors играют в Денвере. Хороший перехват. И передача замечательная на Махмуда Абдулла Раух. Он в быстром прорыве бежал один на один с кольцом. И еще раз он разбегается. Посмотрите, какую прыгучесть этот малыш демонстрирует. Крис Мулин после передачи Уэббера забивает тяжелый мяч из-под кольца. На нем еще и сфалили. После этого броска счет сравнялся в четвертой четверти. Но вот этот бросок Брайана Ститу принес победу Денверу. 101-96. Хьюстон 24-4. Юта 21 победа, 8 поражений. Сан-Антонио отстает на две игры уже от Юты. Денвер вышел на 50%. Отдалась по-прежнему самая плохая команда в НБА. Две победы в 27 встречах. Тихоокеанский дивизион. Филадельфия 76. Играют в Финиксе. Ну что ж, команда, которая обвиняла Баркли на трех игроков, приехала в Финикс. Баркли после передачи Кевина Джонсона. Теперь Баркли отдает классную передачу Оливеру Миллеру. Хорошо играет этот центровой второй сезон в составе Финикса. Промахнулся Дэнни Эйндж, но Оливер Миллер там выиграл подбор под чужим щитом. Баркли после передачи Кевина Джонсона. Красиво умеет Сарчарль завершать атаки. 119-107. Легкая победа Финикса. Итак, Сиэтл по-прежнему 22 победы. Самое маленькое количество поражений в НБА 3. Дальше Финикс 21-5. Портланд 17-12. Неожиданно, что Голден Стейт идет с разницей лучше, чем 50%. И последние команды Лос-Анджелес Лейкерс. Ну а теперь самые смешные и самые интересные моменты. Прошлого сезона. Бросок Марли на последней секунде с 12 метров приблизительно приносит победу Финиксу. Подчеркиваю, прошлого сезона. Это Крис Джексон, теперь Махмуд Абдул-Рауф из Денвера. Выиграл игру вот таким броском со своей половины поля. Чак Персон из Миннесота Тимбервуллс атакует. И атакует точно, почти от центральной линии. Танец победы Чака Персона. Знаменитое зрелище в НБА. А это вот, когда оставалось 5 десятых секунды до конца, Баркли с пола подобрал мяч, так в падении и отправил его в кольцо. Грег Майнор чуть не сломал кольцо, в дужку. Кто-то бросил кожуру бананов под ноги Чаку Дейли, и больше этого всего порадовался Мэтт Гоокош, тренер Орландо. Обнялись Родман и Шакил О'Нил и упали на судей. Это Спрюэлл перехватил мяч из Golden State Warriors, а у него уже перехват сделал арбитр. Ну что ж, бывает и такое. Кен Норман из Клиперс проверил, что пьет болельщик на матче. По-моему, неалкогольный напиток. Игра продолжается. Самые неожиданные мячи в баскетболе. Посмотрите, как забит этот мяч. Вот так вот, просто в потолок выбросил игрок школьной команды мяч и забил. Ну а вот этот мяч вообще вызывает недоумение. Как же так можно было попасть в кольцо? Посмотрите за тем, что вытворяют символы команд, их талисманы. Это Шарлотт Хорненс. Да, посмотрите, как Горилла с гостем из Миннесоты расправилась в Фениксе. Да, эти щиты мешают, стойки щитов мешают однозначно. Не так плохо все-таки. Буфа, а не какое-нибудь другое место попкорн отправил ребенок. Два индейца на матче Чикаго Буллс. И теперь посмотрите, вот самые необычные моменты. Самые необычные мячи, забитые в прошлом году. Это Ларри Джонсон и Шарлотт Хорненс отмечился с помощью защитников. Майкл Джордан. Трижды на нем фалили в одном проходе. И тем не менее, он забил мяч в кольцо соперника. А это тот мяч, который принес третий титул чемпионов чикагцам, забил его Джон Паксон. На этом мы заканчиваем передачу, организованную для вас творческим объединением российского телевидения «Арена» и Национальной баскетбольной ассоциацией США. Режиссер передачи Алексей Мацук комментировали Александр Гомельский и Владимир Гомельский. Всего вам доброго. Спасибо.